Дам парочку принципов, которые помогут сдвинуться с мертвой точки быстрее. Первое. Первый принцип. Я потом это дам в практикуме, но понятно, что в практикуме будет небольшая доля из вас, но эти штуки уже помогут, вы уже сможете с этим работать. Итак, первый принцип. Первый принцип – нужно открыть большой маркер. Второй принцип. Первый принцип – начинай с тем, что есть. Многие люди откладывают начало движения, пока не купят хороший костюм и беговые кроссовки «Айсекс». Они идут в торговый центр, приходят, им говорят, спортивные костюмы пришли, но вот брюки есть еще черные, а верх только серый. Он говорит, оно не сочетается. Не сочетается. А когда будут костюмы еще, когда следующая партия? Ждем недели через две, через три. Приходят кроссовки, кроссовки есть, но он же не знает, какого цвета будет костюм. И думает, я куплю костюм, потом куплю кроссовки. Кроссовки-то я всегда куплю. Он приходит, через две-три недели, костюма нет, еще неделя, ой, еще не растаможили, уже получили, но еще нет ценников. Шесть недель он не бегает. Он покупает костюм, потом идет за кроссовками «Айсекс», ни одни не подходят. Он узнает, какие еще… он собирается бегать всего лишь. Он узнает, какие еще беговые кроссовки есть. Есть кроссовки «Нью Баланс». Они конкурируют с «Айсекс» как беговые. Понимаешь, он не бегал никогда в жизни, ему надо сразу бегать в профессиональных. Он не из тех людей, которые идут на компромиссы. Он идет в New Balance. Мало магазинов в Москве New Balance, а еще меньше в Твери. Но он находит New Balance, покупает New Balance, а вдруг выясняется, носки, носки, нужны специальные беговые носки с плотной пяткой, иначе могут быть травмы. Он начинает искать такие носки себе. Они по цвету не идут, ищет цветные носки. Понимаете, да? А вот и наступила осень. Слякоть. Эти кроссовки намокают моментально. Нужно теперь искать кроссовки непромокаемые. А костюм не подходит этот. Нужна ветровка. Теперь он никогда не побежит. Он забьет дом под крышу спортивным снаряжением, но и все это будет не хватать, чтобы выбежать. Иди и беги в туфлях. Босиком беги. Беги как-нибудь. Беги по квартире. Начни. А завтра будешь добирать ресурсы. Мне пишут молодые тренеры. Хочу быть великим тренером, как Радислава Гондопаса. Есть такая идея, что Радислава Гондопаса представляет что-то собой. В этом смысле. Хочу быть таким тренером, как Радислава Гондопаса. С чего мне начать? Я говорю, тренинг провести. Я еще не готов. Братцы, к тренингу нельзя быть готовым. У меня 20 лет практика, 15 лет карьера. Так бывает. И я каждый тренинг, я в ужасе. Выхожу на сцену, холодея, с пониманием, что я не готов. Проведи тренинг. Я еще не готов. А сколько времени ты не готов? Седьмой год не готов. А чем ты? Я читаю книги по технологии проведения тренингов. Я хожу на тренинги тренеров. Я смотрю вебинары тренеров. Я ездил за границу, смотрел тренеров. Но чтобы сам провести, он бы сексуальную жизнь начинал, как тренинговую карьеру. Семь лет я уже теоретически подхожу к вопросу, но не практикую пока. Нет, перед зеркалом я иногда тренинг веду, естественно. Я еще не готов начать бизнес, я не нашел миллион. Я еще не вступил в сообщество стартаперов, и я пока не нашел телепрограмму, в которой призом был бы стартовый капитал. Начинай с тем, что есть. Делай что-нибудь. Начинай зарабатывать в сети. Найди способ. Если не знаешь способа, как зарабатывать в сети, зайди в интернет и набери. Как зарабатывать в сети? Набери, ты пойдешь, получишь ответ. И там будет, я помогу заработать в сети, будет куча людей. Только заплати мне. Начинай с тем, что... Пляжный сезон, я такая корова, куда я выйду вот в этом... Я буду худеть, а потом я только выйду из дома. Выходи из дома. Не выходя из дома, не похудеешь. Во-первых. Во-вторых, это иллюзия, что это путь к счастью и успеху, любви и так далее. Масса людей, в том числе мужчин, докажут вам обратное. Потому что любят не тех, кто узок через какое-то время в любимом человеке перестаешь замечать такие пустяки, как охват талии, количество кубиков на прессе и так далее. Даже если у него уже один такой большой кубик, куб, кубище. Если ты его любишь, ты не физикируешь. Потому что когда любишь, ты не сравниваешь. Какая разница? Поэтому стремитесь, чтобы вас полюбили. Yes. Вторая вещь. Второй принцип, который может сдвинуться с мертвой точки. Делай то, что идет. Звучит он так в моем исполнении. Делай то, что идет. Некоторые люди, к сожалению, тратят большое количество жизненной энергии, чтобы делать то, что не идет. Когда ты сделаешь то, что идет, ты можешь делать то, что не идет. Это урон, что ты сможешь себе позволить, когда у тебя будет достаточно времени и денег. Развлекаться. Не нужно рубиться к тому бизнес-проекту, который прокатывал у тысяч людей и в тренде. Если он у тебя не идет, у тебя внутренние механизмы сдерживания. Очевидно, это дело тебе просто неинтересно. Любимое дело должно не только отнимать жизненную энергию, но и давать ее. Должно обязательно восполнять ресурсы еще и с лихвой. Ты должен прийти усталый с работы, но через два часа отдохнув, ты должен чувствовать, что... В общем, зашибись такой. Должен быть полнейший зашибись. Делай то, что идет. Ну, если тебе удобно, поверь, что есть некая судьба, которая предназначила тебе какую-то миссию, какое-то дело жизни. Вот представь себе это, если тебе так удобней. Внедри это в свою картину мира. И скажи, судьба против того, чтобы я этим занимался. Делай то, что идет. То, что получается. Знаете, я хочу вас предупредить. Некоторые такие... О, девушка, класс, давайте с вами познакомимся. Она такая, я не знакомлюсь. О, не получается, не моя, не судьба. Следующее. Э, э, ты попробуй. Это же просто, ну... Или как, бизнес. Ой, я начал, а потом мне прислали документы, надо там заполнить форму, я не понял, как ее заполнять и бросил. Значит, бизнес не мое. Не пошло. Тут нужно понимать, бизнес-то еще не было, было только application form. Не было же бизнеса пока что. Делай то, что идет. А что не идет, соответственно, не делай. Ну, то есть сначала попробуй, а оно действительно не идет. Есть ли какое-то сопротивление? Правда. Некоторые люди много тратят энергии на то, что не идет и не пойдет никогда. Отношения такие, бизнес такой, работа такая. Но не пойдет. Не будет здесь карьеры. Не будет тебе здесь счастья. Ни личного, ни профессионального успеха. Третья вещь. Однажды я услышал фразу, под которой готов был подписаться. Некий участник тренинга у Хаса Сива, такой есть тренер, тренер, ну, там величина Хаса Сива, он сказал ему, как сделать так, чтобы жизнь моя изменилась коренным образом и очень быстро. Тот сказал ему, ну, практически то, что сейчас час, будем говорить о чем, две секунды. Он сказал ему, нужно изменить место, окружение или работу. А лучше все сразу. Я готов под этим подписаться, потому что в 33 года, такой возраст знаковый, я понял, что меня категорически не устраивает жизнь и понял, что я хочу изменить быстро, сильно. Почему быстро? 33 года, у тебя нет времени. Менять 10 лет, это непостижимо много. На пятом десятке у меня только пойдут результаты. Решительно хочу изменить жизнь. Не просто ее качество лучше сделать, а вообще вот все меня не устраивает категорически. И я помню, что я из родного насиженного места, из города, где у меня был такой гомеостаз, ребята, что об этом только мечтать можно. Я уехал в город, в котором гомеостаз достиг, вообще нереально, это Москва. У тебя постоянно, ты только в Мосседес сел, кто-то на Бентли проехал. Ты только на Бентли агомеостазился, я такой, Ролл-Сойс, бым-бым-бым, купе проехал, новый, ты понимаешь, как он стоит. Ты такой, глянул на этот Ролл-Сойс, чик-чик-чик, до Ролл-Сойса, а тут бру-ру-ру-ру, на вертолете кто-то обогнал всех. Ты стоишь на Садовом, бе-би, на то бру-ру-ру, вертолет пролетел. Ну, постоянно, гомеостаз недостижим в Москве. Категорически. Я дернул Москву, я естественно, поменял окружение и, естественно, поменял то дело, которым я занимался. И вот тогда пошло. Тогда я вернулся к пункту номер два. Стартовалось с тем, что было. Ну и так далее. Третий пункт, таким образом, не буду писать, потому что долго. Если среда не устраивает, умри в ней. Это единственный сценарий. Покинь ее или измени ее. Ну просто не будь наивен. Некоторые люди думают, что можно изменить обстоятельства вокруг себя, но они не имеют такой власти. Вы можете сколько угодно воспитывать маму, но вы знаете, что шансы на перевоспитание у нее по отношению к вам выше, чем у вас по отношению к ней. То же самое относится к вашим детям, между прочим. Они вас воспитают раньше, чем вы их. И вы должны понимать, что глобально не всякая среда меняется так быстро и теми усилиями, которых она стоит. Бывает же еще, что не имеет смысла тратить сил на этого человека, на этот бизнес, на эту компанию, в которой вы работаете. Я меня не устаю, сейчас буду менять корпорацию. Там 18 этажей Москва-Сити занимает офис. Я сейчас изменю корпоративную культуру. Может быть, покинуть это лучший сценарий. Или умереть в ней. Ну, если ты не хочешь увольняться, умри там. Ну, и умри молча. Что ты всех нервируешь? Что ты соцсети теребишь? Что ты людям по ушам ездишь на вечеринках? Умри молча. Ну, если ты хочешь, чтобы по тебе поплакали и не посмеялись, не танцевали на твоей могиле. Слава Богу, он умер, никто бухтеть не будет. Или вали, вот говоря простым языком, или просто ноги в руки и вали. Из этого города, в котором у тебя нет шансов реализовать себя в профессии фотографа, твой удел будет корпоративки, свадьбы, похороны. Все. Никому не нужна твоя креативность и гениальность в этом, например, городе. Вали туда, где ее оценят. А я не знаю того языка. Ты знаешь язык фотографии. Что тебе еще нужно? Кто захочет понять тебя, тот владеет твоим языком. Он постарается быть понятым тобой. Из города, из страны, с планеты лети, ну, если не устраивает. И из этого окружения, из этой компании друзей, которые тебе ничего не дают в жизни, только нервы с ними сплошные. Вали, вали, вали. Потом приедешь и будешь смотреть, блин, как я жил среди вас. Как я жил в этом городе. Как я жил в этой семье. Как я жил среди таких друзей. И если бы я остался, боже мой, представить не могу. Может такое быть? А чего вы не жили в том дворе, в котором родились? С теми, с кем вы родились. На это нужно мужество. Мы так воспитаны, что почетно оставаться там, где ты всегда был. У нас почетно оставаться, у нас непочетно уходить. Есть такое? Он уволился и сразу такой типа, ааа, уволился. Нехороший человек, если уволился. Хорошие остались. Такой-то ушел из семьи и априори подлец, правда? Почему ушел? Что значит ушел? Ушел, потому что оставил квартиру. Остался бы в квартире и выгнал. Вот был бы молодец. Потому что в нашей культуре круто остаться, а не уйти. Уехал из страны. Ай-яй-яй. Круто остаться. Вот пусть и останутся. Кто говорит?